Мы с вами сегодня говорим о творчестве двух поэтов. Это Николай Домилёк и Анна Андреевна Хмак. Я их так объединила, поскольку они муж и жена какое-то время были. Начинали в одном направлении акмеизм. Ну и говоря об Ахматовой, да, можно говорить много. Мы с вами сегодня возьмём её только стихи, а в следующий раз посмотрим её поэму. Поэму, которая не столько сочинена, то есть не столько придумана, сколько прожита. И это будет именно такой экскурс до эпохи во время. Ну, начнём мы разговор с Николаем Гумилёва. Николай Степанович Гумилёв. Он человек, который получил хорошее образование. В семье, в хорошей семье, в Ивсарском селе. Там, кстати говоря, и Анна Ахматова тоже давно и время проводила. Он ещё так, ещё в раннем детстве, он как-то заболел кораблями, морской тематикой, путешествиями, странствиями. Он очень много читал. Читал в основном о путешествиях, о странствиях, о каких-то далёких приключениях. И эти мечты он воплотил в свою жизнь. Это пример человека, который с детства был заражён какой-то мечтой, и эта мечта вошла в его жизнь. От природы он был робким, слабым, но он решил стать сильным, и у него получилось. Он прожил небольшую жизнь, но эта жизнь была замечательной жизнью. И он отправлялся в ту сторону путешествия, был охотником на львов, носорогов. Это его имение, так называемая усадьба в Светнёве. Согласно традиции, семья имела свой дом, и Гумилёв воспринимал этот дом как своё родовое гнездо. Он поступил в гимназию, учился очень плохо, его даже на второй год оставляли. Особенно не давались ему иностранные языки, но за него заступался его учитель Аль Минский, это был тоже поэт, который говорил, что неплохая учёба компенсируется отличными стихами. И уже тогда, в это время, выходит книжка «Конквистадор». Вот это стихотворение, но такое объёмное, фрагмент здесь не представлен, «Конквистадор» – это так называемый завоеватель территории нового света. И он себя воспринимал таким вот завоевателем. Посмотрите, как интересно, хилый, слабый мальчик, который мечтает, с детства, читает об этих приключениях, кто из нас в детстве не читал, книжки «Теометры в Африке» Сынкевича, «Жильверна», и не мечтал о том, чтобы отправиться куда-то, и многие из нас отправились в эту Африку. А вот Гумилев отправился. И как он смело входит в литературу. Я «Конквистадор» в панцире железном. Я весело преследую звезду, я прохожу по пропастью любезным и отдыхаю в радостном саду, как смутно в небе диком беззвёздном. Растёт туман, но я молчу и жду, и верю, я любовь свою найду. Я «Конквистадор» в панцире железном, и если нет полгневных слов звездам, тогда я сам мечту свою создам, и песни бит любовно зачарённых. «Я пропустен и бурен вечный брат, но я вплиту воинственный наряд, звезду долин, лелею голубой». Вот это, с одной стороны, здесь мы видим романтические мотивы, потому что «я брат пропустен, бурен», а это чисто романтические мотивы. Буря, пропасть, слиться с бурей, вспоминаем Лермитовского цири, вспоминаем море Жуковского. Но в то же время это неоромантизм, то есть новый романтизм, который как бы врывается вот этим утверждением «я». Если романтик в классическом нашем понимании немножко грустный, печальный, потому что недостижимый, невозможный, то он и у романтика возможно, достижимый. И как «я», вот это вот анафора начального местоимения, прям врывается он в эту жизнь. И это, конечно, чисто гумилевская такая нотка. Дальше, значит, вот перед нами директор гимназии Иннокентий Анинский, тоже поэт, символист, и домилевый стихи посвятил ему стихотворение. Очень большое влияние тут на него оказало. Вот в этих строчках памяти Анинского к таким нежданным и певучим вредным, назовя с собой умы людей, был Иннокентий Анинский последним из царско-сельских лебедей. Очень красивая метафора, да, царско-сельский лебедь, и тонкий, и изящный, да, какой-то лебед, да, такой символ, символизм очень красивый, да, сказал. Я помню дни, и я, робкий, торопливый, входил в высокий кабинет, где ждал меня спокойный и учтивый, слегка сидеющий поэт. Десяток фраз пленительных и странных, от бы случайного уроня, он вбрасывал в пространство безымянных мечтаний слабого меня. Достаточно традиционная тема в русской литературе, когда один поэт, как бы, благословляет второго, да, как Пушкина-додержанин, как бы, благословил, так и здесь мы видим, что Анинский вбросил, да, он почувствовал в нем, увидел вот эту вот поэтическую искру, и, конечно же, не случайно этот вот образ, что я слабый, но в это пространство мечтаний меня вбрасывает, да, и это дает ему сил, как бы, случайно, но тем не менее, конечно, мы видим, что здесь правительского, да, правительскую руку Анинского. Значит, книжка стихов «Романтические цветы» издавал в первой дозе, свой счет он издавал, печатал, начал вековаться. Он знакомился с Анной Ахматовой, у нее была фамилия Горенко, и она тогда не приняла его ухаживание сразу. Они познатолили с Адским селитом, был 1903 год, но Гумилёв был очень упорным, и долгое время Анна Андреевна отказывала, но в конце концов она отдалась, Гумилёв добивается своего, и после свадьбы они уезжают в Париж, там они знакомятся с Модильяне, известным художником, тогда он был еще неизвестным художником, есть несколько портретов Ахматовой, руки Модильяне. Потом Гумилёвы путешествовали по Северной Италии, они какое-то время там жили, возвращались в Россию, потом снова в Питере, в Слепнёво жили в имении Гумилёвых, и была у них не образцовая, может быть, семья, но тем не менее, своего ребенка назвали Львом, и вполне понятно, почему, получился Лев Николаевич. У нас есть один Лев Николаевич, Лев Николаевич Талстой, то есть Ахматова, ее внутреннее, вот это вот Пушкинское, и в жизнь воплотить, что значит, она себя воспринимала приемницей Пушкина, а значит, да, вот эта традиция русского реализма, Пушкин, Талстой, да, и вот сын Лев Николаевич, ну, ребенок не ушел в творчество, но получился тоже очень интересно, но чуть позже об этом поговорим. Стихотворение Анны Ахматовой о Гумилёве. Он любил три вещи на свете, за вечерние пеньги, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была ее женой. Тонко, лаконично, кратко, вот так вот, как бы по верхам, но в то же время вглубь, да, вот эти три вещи на свете, за вечерние пеньги, вечерняя послужба в храме, белых павлинов, Гумилёв экзотический поэт. У него очень много неожиданных, ярких, экзотических образов, стертые карты Америки, любовь к путешествиям, страсть открывать, узнавать новые земли. Почему я не любил? Когда плачут дети, да, быть семья, чай с малиной, обычная, да, вот эта вот русская, стандартная, да, традиционная, да, чай, да, женская истерика, да, выяснение отношений. А я была его женой. Развела по Гумилёвых война, считается, да. Гумилёв ушел на фронт добровольцем, он не переставал писать, и в его стихах начали отражение темы войны. Вот посмотрим, какое стихотворение «Наступление». Та страна, что могла быть рай, стала логовищем огня. Мы четвёртый день наступаем, мы не ели четыре дня. Но не надо и явства земного в этот страшный и светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас, и залитые кровью недели, ослепительны и легки, надо мной урвутся шарапнели, птицы быстрее взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий, эта медь ударяет медь. Я, носитель мысли, великой не могу, не могу умереть. Словно молоты громовые или волны гневных морей, золотое сердце России нервно бьются в груди моей. И так сладко редить победу, словно девушка в жемчугах, проходя под дымом, следует отступающего врага. Две грани мы видим в этом стихотворении, в образе, который создает Гумилёв. С одной стороны, это, конечно же, Патреон, он добровольцем уходит на фронт. Помните, да, я слабый, но я сделаю себя сильной, я сильный. Добровольцем уходит на фронт, и страна, что могла быть, раем, стала логовищем огня. Я готов терпеть лишения ради того, чтобы посмотреть на след отступающего врага. А второе, это личное, внутреннее. Он не может умереть, не могу, не могу умереть. Почему? Потому что я носитель мысли великой, я поэт, я творец, и у меня другая миссия, у меня есть цель, великая, высокая цель в жизни. И, конечно же, сравнивает он победу, так сладко редить победу, словно девушку, даже ничего, а для него лично и общественно сливается в едином. После войны он публикует несколько еще своих произведений. Между прочим, Гумилёв пишет не только поэзию, но и прозу. И, вернувшись после войны, уже после революции, он оформляет развод со мной древней Ахматовой и женится на Ане Николаевне. Брак тоже оказывается неудачным. В 21-м году Гумилёв был расстрелян как участник контрреволюционного заговора. Странная история. Есть несколько версий и одна из версий, что никакого заговора не было. То есть, либо заговор был, и Гумилёв там не участвовал, либо никакого заговора не было. И это полностью сфабрикованное дело. То есть, Гумилёва ощущает себя вдовой Гумилёва. Интересный факт. Она не чувствовала себя женой, но ощущала себя вдовой. Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. В строчке Ахматовой. И она бы через свою жизнь пронесла это вдовчество. А Гумилёв умер в возрасте 35 лет, пройдя через попытки самоубийства, через несчастную любовь, дуэли, совершив несколько путешествий небольших, вот так трагично обрвалась его жизнь. Посмотрим самые известные стихотворения Гумилёва. Вот, допустим, «Самнет». Здесь мы обращаем внимание на то, что на последней строчке, кто смотрит записи, вы остановитесь и прочитаете этот текст. Ему видится, что-то представляется через века, вот этот образ Мудралиста, «Ах да, я был убит». Он как будто бы предчувствовал это и во многих стихотворениях вот этот образ смерти, убийства, он преследовал Гумилёва. Его тексты в сборнике и драматургии, проза, то есть наследие обширное. Путешествия об Африке отражены во многих его произведениях, не только в стихах, есть и воспоминания, и этот вот образ. Удбы, очень много деятелей искусства, реклавателей, путешествий, на такой силе его стихотворениях вот представлена большая палитра видов людей. Вот этот вот образ на полярных морях, южных, на полярных морях и на южных, по изгибам зелёных зимбий, межбазальтовых скал и жемчужных, шелестят паруса круглые. Быстрокрылых ведут капитаны, открыватели новых земель, для кого не страшны ураганы, кто изъедает на острине и нет. Вот этот вот образ капитана, идущего вперёд, открывателей пространства новой земли. Этот образ так крепко связан с Гомилёвым. Ещё одно интересное стихотворение «Жираф». «Сегодня я вижу особенно грустен подстрелок, и руки особенно тонкие, колени огня, послушай, далёко-далёко мало из реча, и изыскан его вечера. Ему грациозная стройность и негодана, и шкуру его украшает ловшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на благе широких озёр. Вдалее он подобен светлым парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полёт. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется на мраморный грот. Я знаю весёлые сказки таинственных стран, про чёрную деву, про страсть молодого вождя, но ты слишком долго вдыхал и тяжёлый туман, ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трах, ты плачешь, ты слушай, далёк, но это реча, изысканный гродит жираф. Есть, кстати, музыкальное произведение, положение словам на музыку, и нужно найти, послушать. Проникновенно, тонко, лирично, вот этот образ жирафа, девушка грустная, сидит, колени обняв, руки тонкие, вот этот образ какого-то, если не страдания, то тоски, печали. Как можно быть печально там, далёко-далёко, изысканный бродит жираф, зная о том, что там бродит такой изысканный жираф, как ты можешь быть печально? И в конце, да как я тебе расскажу про пальмы, про запах немыслимых трав, послушай, там бродит жираф. Одна мысль о том, что там далеко изысканный бродит жираф должна тебя приводить в состояние какого-то восторга, радости и ощущения себя части этого мира. Не какой-то маленькой песчинкой, которая ничто не значит победить с огромным миром, а я часть этого огромного мира. Я тоже в этом мире существую. Вот такой интересный образ миллиона. стихотворение «Попугай». Я попугай сантильских островов, но я живу в квадратной кельве магов. Вокруг ритор и глобусы, бумага и кашель старика и бой часов. Пусть в час заклятий в вихре голосов и в блеске глаз, мерцающих как шпага, ерошат крылья ужас и отвага, и я сражаюсь с призраком пусть, но едва под этот свод унылый войдет гадать о картах и о милый распутник в раззолоченном плаще мне грезится корабль тиши залива. Я вспоминаю солнце и вообще стремлюсь забыть, что тайна некрасива. Ну, вообще это зря. Да, интересный образ. Я попугай сантильских островов. Он как бы воплощается, вживается вот эти эготические образы и противопоставлена обыденность. Да, снова мы видим противопоставление обыденности, вот этой вот красоте, яркости. Пусть, да, пусть все это будет, пусть все это свершится, все равно мечта, внутренний образ будет яркий, красивый, насыщенный, наполненный. Да, вокруг меня страшились река, вы часов, там, какие-то трудности, да, вот этот час заклятий, но внутри меня живет тот самый попугай сантильских островов. Следующий, да, посмотрим фрагмент стихотворения персидской миниатюры. Когда я кончу, наконец, игру со смертью хмурой, то сделает меня творец персидской миниатюры. И вот когда я утолю без упоения, без страдания, старинную мечту мою, будить повсюду обожание. Гмелев в своей статье «Наследие символизма и акминизм» говорил о том, что настоящее произведение искусство должно быть совершенным, отточным. И вы чувствуете, в его стихах есть работа со словом, со звуком. То есть это не только образ, но только смысл, чтобы оно звучало где-то резко, где-то ярко, но полно. И это как резвые бритвы, оно прям ощущается в его тексте. И в этом отрывке персидская миниатюра «Сделает меня творец персидской миниатюры». Он с чем-то схожий, конечно же, с традиционным памятником, памятник Пушкина, Закамбродского или Красова. Но опять-таки это персидская, то есть заморская, дальняя, интересная, экзотическая. И утолю свою мечту будить повсюду обожание, обожание, радость, жизнь, принятие жизни, наслаждение этой жизни, какой бы она ни была трудной, а она была у него непростая. Помню эту биографию Гумилёва. Черты акмеизма основные, наследие символизма и акмеизм называлась статья Гумилёва. То есть он в этой статье анализирует, что мы берем от символизма и к чему мы должны прийти. Самое главное, что поезд должна быть четкой, ясной. Не какие-то туманные символы, которые мы расшифровываем деталь с определенным, точным, конкретным значением. И это обращение к подлинности чувств. Конечно, много экзотического, это связано с ощущением мировой культуры себя в процессе этой мировой культуры. Если говорить о философской основе акминизма, то они воспринимают себя последовательно символизма, символизм отец, а вот дальше мы развиваем уже свое, новое. Черты романтический дух, отточенность, работа с текстом и пристрастие к экзотике. Посмотрим еще несколько стихотворений. В стихотворении она тоже есть песня Светланы Сургановой на стихе Гамилева. Я знаю женщину молчание, усталость, горькое слов, живет в таинственном мирцам ее расширен из речков. Ее душа открыта жадно лишь медной музыке стиха преджизнью дольной и отравной высокомерной и глухой. Неслышный и неторопливый так странно плавень шах ее, назвать нельзя ее красивой, но в ней все счастье мое. Когда я жажду своей волей, я смелый горд, я к ней иду, учиться мудрой сладкой воле в ее устой и бреду. Она светла в часы томлений и держит молнии в руке, и четко снею ее, как тени на райском огненном песке. Ну вот, если вы слышали в исполнении Сургановой, то у нее своя трактовка этого текста, это, естественно, это предано звуками, эмоциями, настроениями здесь. И когда читаешь, ты как бы невольно споришь с тем, что существует, но имеем право. И так не только экзотика, не только какая-то вызов этой жизни, но и наблюдательность видна в этом стихотворении. И сравнивается он и она. Я жажду своей воли, я смелый и горд, и людьми учиться мудрой, сладкой, волей в ее истоне и бреду. И он хотел представлять себя, но в то же время говорит о том, что да, мне не хватает, я иду учиться. То есть он принимает этот другой опыт, принимает ее другую душу. И вот этот свет, она светла в часы или нет. В то же время держит молнии все. Что такое молнии, страсть, гнев, ярость, четкий сменитый на райском обменном песке, но все равно элементы такой-то экзотики, дайной, они здесь присутствуют. Стихотворение моим читателям. В этом стихотворении интересен образ поэта, мы всегда к этому обращаемся, нам это интересно, нам это важно. Я учу их, как не бояться, не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, единственным дорогим во вселенной скажет, я вас люблю, я учу и как улыбнулся, и уйти, и не возвращаться больше. И когда придет их последний час, ровный красный туман застелил взоры, я научу их сразу припомнить всю жестокую, милую жизнь, всю родную, странную землю, и представ перед вликом Бога, с простыми и мудрыми словами, ждать спокойно, его суда. Я учу их, продолжая пушкинские традиции, получается, что у поэта есть какое-то высшее знание, которого нет у читателей, я учу их, и учу их в быту, простых бытовых ситуациях. Она скажет, я вас люблю, а я учу вернуться и уйти, ждать сюда, раз выше. Вот такой образ Гумилёва при нами сегодня предстал. Здесь перед вами еще интересные факты, можете посмотреть о Гумилёве. А мы с вами переходим к творчеству Анны Андреевны Ахматовой. Уже, конечно, затронули частично ее и жизнь, и творчество. Анна Андреевна Ахматова. Скажем, это один из немногих в своем поколении великих поэтов, которым удалось дожить до старости. Поэтому у нее был и творческий путь очень долгий. Но критики, хорошие критики, современники писали только о ее раннем творчестве, потому что когда она писала уже в позднем творчестве, уже не было современников, которые могли бы это оценить. Но анализируя ее ранние стихи, говорили о всем том, что потом появится в позднем творчестве. Это и любина, это и знание жизни, и эпичность внутренняя Ахматова свои ранние стихи не любила. Она говорила, что у нее была там девчонка, когда я начинала при ней читать «Зероглазого короля», она говорит, что это не было 19 лет. Это было несерьезно, это было забавно. Но именно подросткам очень понятны ранние творчества Ахматовой и немножко странно позднее творчество, потому что Анна Андреевна в позднем творчестве как бы приняла традицию пушкинского пророка и стала таким выразителем идей мыслей поколения народа русского человека. Она стала символом эпохи, лицом эпохи. Про нее говорили, что это лицо эпохи. Семья была не очень дружная у Анны Ахматовой, большая, и в возрасте одного года Анна Андреевна была перевезена в царских селах, там прожила до 16 лет. Отмечали, что про свое прошло она скажет, и не был нынный голос человека, а голос ветра был понятен нет. Не хватило ей ласки, внимания, заботы, гармонии семействности, которой хотелось. Хотя фотографии есть, и большая семья, Анна Андреевна здесь на руках, большая семья, с братьями, с сестрой, в центре мать. Но большее влияние на Ахматова оказала природа царского села. И ощущение, что я иду там, где ходил Пушкин, она воспринимала себя продолжателем традиций Пушкина, воспринимала себя наследницей Пушкина, и прохаживаясь по этим дорожкам, битву в себя образ смыглого отрака. Есть творение Ахматово и смыглый отрак бродил по аллеям, по озер набросил берегов. И столетия мыли и еле слышно шорох шагов. Иглы сосены густо и колко устилают низкие дни. Здесь лежала его треуголка и растрёканный домик парни. Любовь, принятие, вот это даже как музей, как будто бы как в музее. И она слышит вот этот еле слышный шорох шагов. Кстати говоря, выразителем идей, помимо Ахматовой, таким лицом эпохи, был Маяковский. Но Маяковский как бы кричал о том, что о своём присутствии в этом мире, в своих стихах. Ахматовый говорил полушёпотом, полголоса. И вот этот полушёпот, вот этот полголоса, оно уже в раннем творчестве, слышится. Она как бы ходит по этим дорожкам, и она слышит шаги пошли. Почему это не крик какой-то, не радость, такая бунт, по-другому, нет. Это вот такая настороженность ко всему. Это возможность проникнуть в тебя, всем вот этим звуком окружавшимся, звуком настоящего и прошлого. И возможность также тихо и тонко эти звуки доносить. Второе значимое место это был Киев. Там было дешевле всего учиться и там живи родственники, поэтому и в пятилетнем возрасте она древняя бывала в Киеве и училась там, потому что по деньгам так было проще. Древний город словно вымер, странен мой приезд, над рекой своей Владимир поднял черный крест, лепешенные и вязы садам темные, звезд и глистые алмазы в горе вознесены, путь мой жертвами и славной здесь окончу я, и со мной лишь ты не равна, древний древний жертвами и славный путь, предощущение и предвосхищение своей эпохи. Давайте посмотрим на жизнь Анны Андреев Ахматовой с ее точки зрения, с ее взаимоотношения с Домилевым. Помню, что он добивался этой жизни с Анной Андреевны добивался ее руки, добился, и он считал себя поэтом, а ее тоже поэт ну так, пописывает немножко, он не воспринимал ее как поэта. И когда первые опубликованные стихотворения Ахматовой вызвали восторг, вызвали вот эту бурю эмоций, то есть она стала знаменитой, он вообще это не воспринимал, детский лепет какой-то, как-то могла и запрещал ей писать, и хотел, чтобы она не писала, чтобы она не высовывалась, твое дело растить сына, твое дело заниматься бытом. Ахматова очень тяжело перенесать расставание, но оно было неизбежно. Но ей нравился этот образ беджины поэта, и поэтому когда Ангелия умер, она себя ощущала вдовой, ее вдовство свое пренесла всю жизнь, и, конечно же, отчасти то, что их связывал сын, и та трагедия, которая была речь, когда будет чуть позже. После развода с Гумилевым она сходится с Владимиром Шелейко. Она не написала ни строчки, потому что она была как-то уже унижена этим своим дохворчеством, и она надеялась быть полезной великому ученому. У Шелейко было еще большее желание сломать, починить, заменить все, и эти строчки мне муж палач отдых и тюрьма. Очень тяжелая такая жизнь была, и Анна Андреевна снова разводится, и следующий его брак с Николаем Пуниным. Здесь Анна Андреевна может писать, просто к ней музы не приходят, но очень тяжело они живут, потому что первая семья Пунина жила в той же квартире, где Анна Андреевна вторая жила. Это было очень тяжело, плюс когда сын какое-то время жил у Ахматовой не с ней, он жил в деревне с родственниками, и очень тяжело это переживало. Ему очень хотелось к матери, она приезжала к нему, и он не понимал, почему она не может взять его с собой. Вот наконец-таки, когда она жила с Пуниным, она взяла с собой два. Но за столом, когда они все вместе сидели, то Пунин масло подкладывал своим детям, а Лев он старше, он и так без этого обойдется. И мясо подкладывал своим детям, а Лев старше, он и так обойдется. И Лев это чувствовал неравные отношения, и тяжело ему было наблюдать, и тяжело было Ахматовой, но другого выбора не было. Очень тяжело, тяжелый опыт был у нее. Когда Пунин был арестован, погиб в лагере, тоже ощущение вдовства Ахматовой усилилось. Есть еще одна любовь с Ахматовой, последняя любовь в 45-м году, когда она встречает Исаи Верлина, секретаря британского посольства, вот он окружил ее любовью, окружил заботой, мы поговорим, ей 56 лет, он не станет не милым мужем, но мы с ним такое закружим, что смутится в 20-й век. Что же пережила такого тяжелого Анна Андреевна? Это, конечно же, все, что связано с ее сыном. Ребенок стал историком и напишет Ахматова «Ты сын и ужас мой». Сначала его арестовали вместе с Пуниным, это было в начале 30-х годов. Тогда Анна Андреевна и с помощью Пастернака они смогли подать прошение наверх, арестованных отпустили, но в 38-м году ее сын был арестован снова. Его приговорили к 5-ти годам лагерей. С Пуниным тогда Анна Андреевна уже рассталась, его репрессировали, он погиб в лагерях. Сын же отбывал срок, он отбыл срок, после срока он был в ссылке в Заполярье. В конце 44-го года он ушел добровольцем на фронт, вошел до Берлина, после войны вернулся в Ленинград и защитил диссертацию. Он был хорошим ученым, редким ученым. Он диссертацию писал в голове, находясь в тюрьме, она была у него уже готова, находясь в тюрьме и не могла защитить. Обвинял он в этом мать не правительство, а именно мать. Он считал, что она причина того, что он с ним в тюрьме. Не хотел ее видеть. Есть период в жизни Ахматовой, когда она писала унизительное хвалебное стихотворение Сталину за тем, чтобы выпустили сына из тюрьмы. И это не помогло. Она унизилась, она растоптала все себя этим стихотворением, но ее это не помогло. Я дурная мать, говорила она. И вот этот вот отложил тяжелый свет на ее жизнь. Она не была дурной матерью, но она была поэтому. Она совмещала себе и политический дар, понимала, что не может его загубить. И пыталась каким-то образом воспитывать сына, дать ему то, что могла. В 1946 году выходит известное постановление Анзошенко и Ахматовой, которым призывает не печатать, не публиковать Ахматову, называя ее полублудницей, полумонахией, говоря о том, что стихотворения, которые она пишет, они какие-то грустные, они развращают народ, они несут ничего хорошего и полезного. и она, когда в этот момент ее человек, любящий ее, пытался ее поддержать, и хотел поддержать, она отказывалась даже от этого, боясь, чтобы сына ее снова не посадили. Тут надо сказать интересные детали. Когда Ахматова началась Великая Отечественная война, она осталась в своей стране, не с теми, кто прибыл в землю. Надеюсь, я успею сегодня еще почитать это стихотворение. И она осталась в Ленинграде, была в блокадном Ленинграде, потом ее по состоянию здоровья она вынуждена была ракунироваться в Москву, в Чистополь, Казань, Ташкент. И в конце она вернулась уже в Петербург, боялась чрезвычайный бомбеж, но она прошла всю войну. Внутри со своим народом не уезжала за границу, у нее было это желание быть голосом своего народа и писать поддерживающие стихотворения, в том числе поддерживающие не столько и не только воинов, но и тех, кто оставался в тылу. И конечно сразу же после войны получить вот такой ты выразитель эпохи, ты голос эпохи, голос народа, твои стихи учат наизусть. И она много получала отзывов о том, что это помогает, о том, что многие прошли войну, повторяя ее строки. Вот. И получить такой удар, конечно, это было очень тяжело. в последние десятилетия отличалось от всей ее жизни. Это издавались ее сборники. Она получила славу, к ней приезжали, выстраивались вочке за тем, чтобы поговорить, пообщаться, побыть рядом с ней. Она очень много рассказывала из прошлого, она не ступилась на рассказы о своей жизни, в то же самое время публиковалась, печаталась, то есть ее, она ушла, получив все те почести, которые должны были сопровождать ее протяжение всей жизни. Из музея Ахматовой фрагменты экспозиции перед вами. Давайте обратимся теперь к ее творчеству, почитаем еще стихотворение. Вместо мудрости опытность пресная, неутоляющая путье, а юность была, как молитва воскресная, неели забыть ее. Сколько дорог пустынных и схожи на стене, кто уме не был мим, сколько поклонов в церкви положено за того, кто меня любил. Стала забывчивее и всех забывчивее. Тихо плывут года, губ нецелован, глаз не улыбчивый, мне не вернут никогда. Правильная лирика, как она уже глубока, как здесь есть вот это вот сочетание и легкости, и нежности, и опыта какого-то знания, сколько дорог с тем, кто мне не был мим, сколько поклонов за того, кто меня любил, сколько в этом какой-то мудрости. Если говорить о хронологии, выходе ее стихотворений, очень много сборников у Анны Адреевны вышли. Я отдельно автобиография, фотобиография со всеми даже с письмами, то самое ее известное первое стихотворение «Сыроглазый король сжала руки под соним вуалью», песня «Последняя встреча». Стихотворение «Он любимый» с вами уже смотрели, давайте посмотрим «Сыроглазый король». Слава тебе безысходная боль, умер вчера «Сыроглазый король». Вечер осенний был душем и ал, муж, навернувшись, спокойно сказал «Знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли, жаль королевы, такой молодой, за ночь одну она стала суборь. Крупку свою на камине нашел и на работу ночную ушел. Дочку мою сейчас разбужу, серые глазки ее погляжу, а за окном шелестят куполя. Нет на земле твоего короля. Сероглазый король, серые глазки дочери, дочку мою и муж. И сразу же, вот посмотрите, несколько строчек, а перед нами вся жизнь человека. Три слова сероглазый, серый е, да, нет на земле троих кролей. И уже понятные истории. Стихотворения Ахматова назывались мини-романами. То есть кто-то роман писал, да, в несколько сотен страниц, чтобы всю жизнь перейти. Ахматово получалось это вот таким вот намеком, наброском. Еще стихотворение сжало руки под темный вуаль. Отчего ты сегодня бревна? От того, что я терпкой печали напоила его до квена. К Казамбуду он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала перед не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула шутка. Все, что было, уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и сказал нестойный репрент. Вот эти сжатые руки, акминизм, это детальность, четкость, не какие-то символы непонятные, туманные, а четкость и конкретность. Но, тем не менее, мы видим образ сжало руки под темной вуалью, темный плед, контраст. Контрастный и настроение героев. Он вышел, шатаясь, рот скривился мучительный. Ему тоже тяжело, он шатается, рот скривился. Я бежала за ним, шутка, все, что было, уйдешь, я умру. Но не стоим и спокойно и жутко. Это расставание героев, какое-то недопонимание каждому больно. Почему так случилось? Каждому из них больно. Терпка печали наполила его и на. И ему, и ей. И это расставание, которое вроде бы оба не хотят, не могут допускать. Есть на последней встрече. так беспомощно грудь холодила, но шаги мои были легкие. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Показалось, что много ступеней, а я знала, их только три. Между клеммом шепот осенний попросил. Со мной умрю. Я обман моей унылой переменчивой злой судьбой. Я ответила не умру. Я тоже умру с тобой. Эта песня последней встречи. Я взглянула на темный дом. Только спальня горела свечи равнодушно желтым огнем. Давайте посмотрим на эти детали. Есть примание передачи настроения беспомощно грудь холодила, а есть состояние, которое передается через детали. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. О чем это говорит? растерянность, как будто бы она автоматически действует, не понимает, что делает, не чувствует. Это состояние внутреннего доселе напряжения показало, что много ступеней, а я знала, их только три. Про что это? Про что она не может идти, ей тяжело, она с трудом преодолевает эти три ступени. Всего лишь три ступени, я знаю, что их три. Почему же мне так тяжело преодолевать? и вот этот диалог, да, я ответила, милый, милый, я тоже умрю с тобой. Опять расставание, опять с героем тяжело, тяжело обоим, да, и песня последней встречи, и это не какой-то обмен укорами, претензиями, обидами, это внутреннее горе, которое каждый из них проживает, это внутренняя глубина, вот почему вот эти строчки, они, казалось бы, какой-то частная жизнь, он и она, двое людей, какой-то небольшой расставатель, да сколько еще в жизни будет этих расставаний, но это передача такого типичного, внутреннего какого-то разрыва, когда ты понимаешь, что так дальше оставаться, продолжаться не может, тебе жалко, жалко этих отношений, это для человека, но хуже будет остаться в них, хуже, даже если есть чувства, но вот это вот ми-ми-ми, я тоже имею в виду, вот это вот расставание политично здесь показано. Значит, есть, да, стихотворения, которые передают охватовскую мудрость, это не просто какой-то небольшой такой зарисовки, эпизоды жизни героев, не просто лирический фрагмент отношений, а есть стихотворения, которые передают как будто бы, как будто бы она пишет себя до своего портрета, на шее мелких челок лет, широкие ногти, руки прячут, глаза рассеянно глядят и больше никогда не плачут, и кажется, лицо бледней от линовейшего шелка, почти доходит до бровей моя незавитая челка и не похожа на полет, походка медленная это, как будто под ногами плод, а не квадратики паркета, а бледный рот слегка зажат, неровно трудное дыхание, и на груди моей дрожат цветы небывшего свидания, как будто бы, да, а портрет в стихах и состояние, да, на груди дрожат цветы небывшего свидания. И тоже, да, вот задаешься вопросом, да, почему такой вот много какого-то разрыва, неудачных отношений у героев, описывает, какого-то несостыковки, да, внутренний герой, ну, вот таким мы видим ранее творчество охватывает. Вторая книга стихот называется «Четки», третья «Белая стая», и это уже, конечно, отход от этниизма, но остается ахматовский почерк или ахматовский область. Если говорить о стихотворениях, которые можно посмотреть, давайте обратимся к стихотворению «Я научилась просто мудро жить». «Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, что потонит ненужную тревогу, когда шуршат во враге лепухи и уникнет в грусть любви на желтый красный, слагаю я весовые стихи, а жизнь пленна, пленна и прекрасна». Это уже философская лирика, размышления о, да, смысле жизни, и это осмысление себя поэтом, да, лирической героиней поэтом, слагаю я веселые стихи. Смотрим первую строчку, «Я научилась просто мудро жить, в чем же эта простота? Смотреть на небо и молиться Богу в принятии этой жизни, да, долго перед вечером бродить, что потолить ненужную тревогу». Помните у Пушкина в стихотворении «Пророк», тоже, и он мне грудь растет мучом, и сердце трепетное вынул, да, вот этот трепет, тревога, то, что мешает поэту, да, что утомить, да, не утолить, а утомить ненужную тревогу, выходиться. Что такое тревога? Это забота дня, что есть, что на действии работать, да, как жить, как быть, как поступить. вопрос простота и мудрость жизни, принимать эту жизнь, смотреть и молиться, смотреть и впускать, да, в себя эту жизнь. Да, то есть, тревога, то, что мешает поэту, тревога, быть бытовой каких-то проблем. Когда шуршат плавраги лупхи, то есть, героиня, так поэт, идет и слышит, впускает в себя мысли не о тленном, добренном, насущном, то есть, даже и важном, а слышит вот эту природу, так впускает в себя голос природы и никнет гроздь рябины желтокрасной. То есть, она слышит, она видит. Это продолжение, пушкинского пророка, в котором пророк, образ поэта, в котором поэт видит, все слышит, все, вывезли, тоже такие же оценки, отголоски. И вот тогда слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прикрасной. Случайно два раза тленной. То есть, жизнь пройдет, и тем она прикрасна. И в чем даст смысл жизни? Упираться в эти проблемы тленные, которые все равно пройдут, или наслаждаться и восхищаться этой жизнью. Зная тяжелую даже и саму Андреевну, ты понимаешь, какая здесь мудрость, философия, какая здесь стойка, за этими строчками, про веселые стихи, о жизни тленной и прикрасной. 21-й год. Смерть Гмелева, смерть Блока и строки на смерть этих поэтов. Заплаканная осень, когда в одежде черной все сердце уманит. Перебирая нужными словам, она рыдать не перестанет. Мужными словам, да, сын в могиле, ой, муж в могиле, сын в тюрьме, помолился обо мне, строчкой Ахматовской. И ощущение трагизма, рыдания, плача. На смерть Блока принесли мы с Малинской застопницей принесли к Госвятой Богородице. На руках в огробе серебряно наше солнце, в муки мгаши Александра лебеда чистого. Отсылка, конечно же, к библейским образом, да, вот на этом блюдце Иоанна Богослова тут можно ну вот серебряное наше солнце в муке у Гаши, да, лебеда чистого Александра, лебеда чистого. Символизм тоже образ, да, как у Гумилёва царско-сельский лебеда об Ангельском, так и у Ахматовой лебеда чистого об Александре Блоке. Следующие книги подорожник Анна Донни выходит в 21-м году и возьмём стихотворение, в котором важный да, в этих строчках голос был, фрагмент стихотворения. Когда при Невской столице, забыв величие своё, как опременная блюдница, не знала, кто берёт её, не голос был. Он звал утешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда, я кровь от рук твоих отмою, из сердца выйду чёрный стыд, я новым именем покрою, боль поражений и обид. Это 17-й год, это революция, и Ахматова, тоже понимавшая, что должно в обществе произойти изменения, но не принимавшая эту кровь, вот этот вот голос, который звал её, эмигрировать, то есть многие эмигрировали, не приняв нового режима, она не могла уехать, почему? Потому что она воспринимала себя голосом народа, и она будет отмывать этот рот своими стихами, вместе со своим народом, и она не готова дав для неё, это было бы равно предательству, оставить родину в момент тяжёлых испытаний, она воспринимала это как испытание для страны, для народа, а значит для неё, и она остаётся со своим народом переживать это тяжёлое время. 22-й год, фрагмент уже, не с теми я, кто бросил землю на растерзание врага, их грубые лести я не гнил, им песен я своих не дам, но вечно жал он не изгнанник, как заключённый, как больной темна твоя дорога странник, а улыб пахнет чужой. Довольно острое высказывание в адрес тех, кто эмигрировал, кто уехал, и для неё остается не могу дать землю на растерзание врагам. И песен им своим не дам, то есть моё, мой голубь для тех, кто остался, переносит и живёт. Изгнанник жалоб, полынью пахнет хлеб, горькая полынка, хлеб чужой пахнет полынью, темная дорога странник, да ты домой заключённый. Очень резко рассказывается Ахматова в сторону тех, кто эмигрировал в полостовую родину. И стихотворение многим «Я голос ваш, жар вашего дыхания, я отражение вашего лица, напрасно вкрыл, напрасно трепетание, ведь всё равно я с вами до конца». И вот это вот её образ. Она уже стала как иконой. Она себя воспринимала уже иконой, выразителем эпохи, иконы, эпоха, образ эпохи, лицо эпохи, голос эпохи. Она себя так воспринимала, это её внутреннее ощущение. Тридцатые годы. Она воспринимает трагедию страны как свою личную трагедию, трагедию поэта. трагедию. Псалом не звучит, крапиве, чертополоху, украсить её предстоит. И только могильщики лихо работают, дело не ждёт. Тихо там, Господи, тихо, что слышно, как время идёт. А после она выплывает, как труп на весенней реке, но матери сын не узнает, и внук отвернётся в тоске и клонится головы ниже, как маятник входит луна. Так вот, над погибшим Парижем такая теперь тишина. Вот это вот ощущение, да, и стих меняется, он становится более, ну, не грубым, но таким вот резким, тяжеловесным, да, более таким прочным, основателем здесь. И ощущение какого-то, с одной стороны, молитвы, которые выходят из её голоса и тихо там, господи, тихо, да, как будто бы она вот такой внутренний до её вопль врывается, а стоит точка. То есть это какое-то особое напряжение даётся в этом стихотворении. Да, страшные испытания упадают на её долю и такие строки. Зачем вы отравили воду и с грязью мой смешали хлеб? Зачем последнюю свободу вы превращаете в вертек? За то, что я не издевалась над горькой гибелью друзей? За то, что я верна осталась печальной розни моей? Пусть так, без полоща и плахи поэту на земле не будет. Нам покаянные рубахи, нам со свечой идти и выйти. Это уже ощущение поэта, который берёт на себя грехи людей. Прости их, не знают, что делают. Это ощущение себя Христом. Во время, как Христос принимает эти муки со словами прости их, не знают, что делают. так и поэт. Без палача и плахи поэту на земле не быть. Прямо как отчеканивает. У поэта настоящий поэт не может молчать о том, что творится вокруг. Настоящий поэт не может не говорить, не писать о том, что происходит вокруг. Поэтому к настоящему поэту придёт палач и плахи. Здесь, конечно же, мы видим и пушкинские традиции, и не красовские до той же традиции, когда поэт выразитель своего народа. Великая Отечественная война. Значит, мы вот такие стихотворения «Клятка мужества» возьмём и в стихотворении «Клятка» 41-й год. «И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль своё в силу она перекладит. Мы детям клянёмся, клянёмся могилам, что нас покорится. Никто не заставит. Вот это вот клятва, детям клянёмся и могилам, то есть могилам это прошлое, но детям это будущему. Нас покориться никто не заставит. И это ощущение прощается с милым, потому что скорее всего не вернётся он. То есть боль в силу она перекладит. И Ахматовский пример это пример того, как она перекладила свою боль в силу. Стихотворение «Мужество». Мы знаем, что ныне лежит на весах. И что совершается ныне? Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мёртвыми речи. Не горько остаться без крови, и мы сохраним тебя. Русская речь – великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесём и внукам дадим и от плена спасём навеки. Здесь уже в этом стихотворении мы видим, что цель сохранить русское слово. То есть не просто выстоять, не просто выгнать врага, выжить, но сохранить русскую речь русское слово и война и сражения воспринимают как сохранение народа, потому что нет народа без языка. Далее восстановление языка, на котором мы с вами говорили до 1946 года. Наградили меня нематоли на весь мир окаянные кленя, окормили меня клеветоли, опоили отравли меня. Ахматовый об этом наградили нематоли, потому что писать больше нельзя. На весь мир прокляли, оклеветали. Тяжелый, да, тяжелый. После таких слов, после такого представления себя, после того, сколько писем приходило Ахматовой, после всеобщего обожания ее и получить такой запрет писать, это, конечно, было очень больно. Последние годы жизни, последние книги «Степол век времени», очень много есть воспоминаний о тех, кто приезжал Ахматовой, о тех, кто навещал ее. Есть воспоминания, когда люди на колени вставали, на колени по этой тропке, ведущей к ней, шли на колени по этой тропке, и Ахматова принимала и улыбалась, и понимала, за что, потому что она это выстрадала своей жизнью, своим бременем, она вместила все в себя, она действительно несла вот этот образ, образ настоящего поэта, в чем-то пожертвовавшего своей жизнью, своими интересами, но в чем-то она и пошла на уступки властям, когда писала полевые стихотворения про Сталина, в чем-то она закрывала себе рот, когда уже выпустили сына на свободу, она боялась лишнее слово сказать, боялась с кем-то лишний раз встретиться, чтобы только еще раз не было такого ужасного обвинения сына в том, что из-за тебя, из-за тебя, и вообще сын воспринимал ее состояние такое, когда он стоял в тюрьме, что напиши ему, он не может, он не может, это ты не пишешь, ты ничего не делаешь, если бы, если бы ты сделала, он бы меня выпустил, напиши ему, ты почему-то не хочешь, и обвинял во всей мати в последние годы, единственное, что обращало, это все-таки отношение с сыном, хотя они не стали, он уже был знаменитый, человек в своей области, но близкими людьми, они так и не стали, общались, но без той самой близости, которой хотелось бы Ахматовой, это единственное, что обращало ее последние годы. Талант Ахматовой был признан, здесь предвами премии, которые ему были присвоены в разные годы, и был год Ахматовой объявлен, 89-й год, она умирает в санатории, похоронена в Комарова, под Петербургом, и Ахматова, кстати говоря, в последние годы она еще не была выпущена за границу, она была в Европу. Сложно понять, как ее ее выпустили, но тем не менее убежала она в Европу, увидела Италию, Англию. Сын, когда она тяжело себя почувствовала, он приглашал врачей, чтобы ее осмотрели. Сын рядом с собой построил такую стенку, чтобы как сина такой-то стены, где она плакала, как стена Христов, под которым стояла эта череда. Но сейчас вот есть памятник в Петербурге, где она как раз и прессивно и хотела поставить ей памятник. Стихотворение, надпись на книге, 59-й год, что отдал тот твое эпиграф, помню, что эпиграф в краткой форме передает основное задержание. Что отдал, то твое, что ты отдал, одуми и каждой. Из-под каких развалин говорю, из-под какого я кричу обвала, я снова все на свете раздарю, и этого еще мне будет мало. Я притворилась смертною землю и вечной навек закрыл дверью, но все-таки узнает голос мой, и все-таки мы опять поверим. это состояние, когда ты вот кричишь уже, да, состояние, когда тебя запрещали, но я притворюсь, я все равно буду говорить, да, я все, все отдаю. Что отдал, то твое, что ты отдал. Она отдает всю себя поэзию, творчество, да, жизнь свою отдает и твою на родину. и этого мне будет мало. Она уходит с тем ощущением, да, вот с тем ощущением эпохи, что голос мой узнает и ему поверит, потому что действительно в трудные, да, тяжелые моменты жизни, когда запрещали, когда нельзя было писать, то она, ее стихотворение, ее произведение учили наизусть. Люди учили наизусть и таким образом передавали из уст к устам. Нельзя было написать, но можно было выучить. И она вот именно поэтому, да, она понимала это как в книгах писателей утопистов, да, антиутопистов, которые говорили про будущее, да, что нельзя было читать книги и люди сохраняли эти книги, учили наизусть и были носителем какой-то конкретной книги. Вот, Ахматова это как-то почувствует, да, себя, как вы родители эпохи. Подводя итог творчества Ахматовой в Симе и переходя вот к Илупоиме Реквием, мы говорим о том, что есть такие личности, которые воспринимают поэзию как труд или вообще литературное мастерство, допустим, Достоевский. Гений и писал, потому что отчасти писал так много романов, потому что ему надо было что-то жить, он этим зарабатывает. И, естественно, да, и Ахматова тоже это ее мастерство, но для нее, помимо мастерства, очень-то значима была вот эта вот ее миссия, миссия народного поэта. Таким же был Пушкин. И его, вот это вот ощущение, и Ахматова воспринимала себя преемницей Пушкина, и воспринимала и считала себя как человеком, который передает традиции Пушкина. Вот с самого детства, когда она бродила по этим оленям с Роскосельским с того самого момента, она себя ощущала передающим традиции Пушкина. И сын Лев Мурлайевич, отсылка к Толстому, какая связь Ахматова и Толстой в реализме, в служении, в народности. Лев Толстой это выразитель тоже эпохи. Его роман «Война и мир» это же эпопея, то есть не просто показать разные стороны жизни, но это эпост «Жизнь всего народа». Ахматова в позднем творчестве она пришла именно к этому эпическому выражению, эпическому не от слова большой, а от слова народный здесь. Если говорить в целом о том, что наследие, какого наследие оставляет Ахматова в плане юрики, в плане работы над словом, то мы отвечаем драматизм юральной юрики. драматические первые сцены, мы отмечаем психологизм и психологизм девочки, влюбленной женщины, страдающей женщины, замужней женщины, то есть по ее текстам можно сложить обряд женской души, любящей души. Говоря о лирической героине, описывающей себя в военную время, мы говорим о патриотических настроениях. С тем я выбросил землю, это образ женщины, преданной своей стране, не только мужчин, но и своей стране. Дальше. Ахматова размышляет и о вечных проблемах о бытии, жизни и смерти, о трагедии семьи и о том, как трагедия народа связана с трагедией семьи. Образ матери, очень глубокий образ матери, материнского горя, будем говорить по поэме реквием в следующий раз. Если у вас есть вопросы, то я на них готова ответить. Если вопросов нет, извините, что это так аж совсем. Если вопросов нет, то до свидания. Спасибо.